Всем привет! Рассказывая вам о разной радиосвязной аппаратуре, в этот раз расскажу о профессиональной морской радиостанции Recent RS 508. Морской именно предназначенной для установки на морские суда, а не носимой морской радиостанции. Напомню на всякий случай еще раз, что морские радиостанции такие профессиональные радиостанции, которые работают на морских VHF каналах. Морские VHF общепринятые во всем мире есть такая таблица морских каналов в диапазоне VHF. Частоты находятся в районе 156 МГц, 160 МГц. И эта таблица стандартная для всего мира. Есть единственное, что таблица с отклонениями для Америки и с отклонениями для Канады. Ну и, как я уже сказал, общие всемирные таблицы. В ней есть вызывной канал номер 16, частота 156-800 и, в общем-то, множество других каналов. Многие каналы тоже имеют свое фиксированное назначение, как 16-й это вызывной, так и есть другие каналы с какими-то назначениями, которые вообще приняты во всем мире. Ну, в принципе, это обычные VHF каналы, обычные VHF частоты. Но все-таки морская профессиональная радиостанция отличается от обычной VHF радиостанции не только тем, что она, конечно же, имеет гораздо большую степень влагозащиты, чем обычные радиостанции, но еще и в ней могут быть какие-то специфические функции, использующиеся только на море, только в морских радиостанциях. И вот эта радиостанция, она именно такая, она не просто профессиональная радиостанция, как автомобильная с повышенной влагозащитой, но в ней есть еще множество различных особенностей, именно применимых только в морских радиостанциях. На мой взгляд, это очень интересно, сейчас я вам об этой радиостанции расскажу подробно. Итак, эта радиостанция предназначена специально для установки на морские суда разных размеров, и какие-нибудь маленькие яхты, катеры и большие суда. И она может быть установлена как отдельно, вот на такой вот подставке, как автомобильная радиостанция, где-то привернута. Будучи установлены в эту подставку. Подставка, кстати говоря, почему-то пластиковая, толстостенная, толстая, прочная, но пластиковая, а не металлическая. Вот это вот скобка крепления. Естественно, на боках корпуса радиостанции есть отверстие с резьбой для установки этой самой скобки. Либо радиостанция может быть установлена, что чаще всего бывает, непосредственно в панель, в панель приборов на морском судне. При установке ее в панель приборов она монтируется в отверстие и прижимается резиновой прокладкой к этому самому отверстию. Ну или же как-то по-другому устанавливается. Но факт тот, что у нее есть вот здесь резиновая прокладка, которая позволяет этой радиостанции не только герметично соединять переднюю панель с корпусом, но и прижиматься этой резинкой, например, к панели приборов, если ее таким образом установить. Питание радиостанции, конечно же, от напряжения 12 вольт. Выходная мощность передатчика, заявленная, 25 ватт. Работает она только в морских каналах. И есть еще дополнительно функции приема в американских погодных каналах, которых всего 10 штук, и частота их в районе 162 с половиной мегагерца. В общем-то не очень нужная функция, мягко говоря, но она здесь тоже есть. Громкоговоритель расположен на передней панели, поэтому если мы установим эту радиостанцию, вмонтируем в панель управления, то нам будет прекрасно все слышно прямо из этого динамика. Также есть возможность подключения дополнительного внешнего громкоговорителя. Микрофон или тангента, вот такой вот формы интересной, она подключена кабелем непосредственно к радиостанции. Кабель выходит из передней панели без какого бы то ни было разъема. Разъема подключения микрофона нет. С одной стороны это может показаться непривычным, необычным, но с другой стороны для морской сильно влагозащищенной радиостанции, по-моему, это очень прекрасное решение. Лишний разъем на радиостанции это всегда лишний способ попасть влаги во внутрь корпуса. Здесь этого разъема нет, просто провод проходит через переднюю панель. Мы с вами разберем ее попозже и посмотрим, какие предприняты меры герметизации в плане вот этого провода, антенного разъема, ручек управления и так далее. Я думаю, что в этом плане в радиостанции много чего сделано. Все-таки она действительно морская и только морская, то есть где-то ее еще использовать смысла нет никакого вообще. Включается питание от радиостанции с помощью регулятора громкости, совмещенного с выключателем питания на передней панели. Вот он. Также кроме этого регулятора громкости есть еще второй регулятор, это регулятор порога срабатывания шумоподавителя. Вот он. Две ручки плавных, это не валкудр, это резистор. Очень удобно, что есть порог регулировки срабатывания шумоподавителя, вернее регулировка срабатывания порога. Прямо можно сказать, как на сибишных радиостанциях, но на самом деле нет. Бывает разный уровень помех, еще что-то и хочется, так сказать, от слабых сигналов, например, избавиться и не слышать их или от слабых каких-то помех. Или же наоборот, поставить эту ручку на порог срабатывания и будет открываться он от любых сигналов или полностью открыть просто вместо кнопки монитора. Динамик в радиостанции звучит, конечно же, очень громко. Я его, наверное, даже не перекричу. Все-таки корпус радиостанции достаточно большой, динамик тоже крупный и поэтому звук от него очень громкий, что тоже, конечно же, пригодится при использовании ее по прямому назначению, а не вот как здесь у меня, в тихой комнате в студии, так скажем. Каналы переключаются кнопочками вверх-вниз на передней панели радиостанции. Эти же кнопочки продублированы еще и на микрофоне, на тангенте. Естественно, есть много разных еще других здесь возможностей. Например, кнопка быстрого перехода на 16 канал. Вот она отдельная, даже имеет цвет не как все кнопки. Если мы ее нажимаем, то радиостанция сразу переходит на вызывной 16 канал. 16 канал это вызывной голосовой канал, то есть на этом канале дежурят многие станции. Именно в обычном режиме ждут голосового вызова. Но есть еще цифровой вызывной канал и эта радиостанция еще и дежурит на нем. Чуть позже вам расскажу, как это все происходит. Есть кнопка переключения между режимами работы. Обычные морские каналы или погодные каналы. Погодные каналы, конечно же, только в режиме приема. Вот она эта кнопка называется CH или VX. CH это значит канал channels, VX это погодные каналы. Нажимаем ее, переходим в режим погодных каналов. Их всего 10. Точно так же они перебираются по списку, по кругу этими же самыми кнопочками. И возвращаемся обратно в наши морские каналы. Есть кнопка сканирования. Нажав ее, радиостанция начинает сканировать каналы, но не все, а те, которые мы выбрали. У каждого канала может быть пометочка установлена. Включен он список сканирования или нет. Это делается нажатием этой же самой кнопки scan и удерживание ее. Например, сейчас 10 канал у нас не выбран для сканирования. Я нажимаю на нем кнопочку scan и удерживаю. Появляется значок tag, значит этот канал отмечен для сканирования. Запустив сканирование, мы увидим, что теперь и 10 канал у нас тоже в этом процессе участвует. Давайте его обратно исключим из этого списка. Ну есть еще кнопка меню, enter и clear, то есть отмена. О них я вам тоже расскажу чуть позже. А пока о том, в каком виде радиостанция продается, что входит в комплект поставки. Продается она вот в такой красивой коробке синенького цвета и в комплект, кроме собственно самой радиостанции, с подключенной к ней тангентой, то есть микрофоном уже естественно, входят следующие вещи. Инструкции по эксплуатации на английском языке, инструкции на настоящем английском, не переводная с китайского, а на нормальном английском языке и без этой инструкции с некоторыми функциями разобраться в этой радиостанции будет очень сложно, так как помимо просто работы в каналах, в этой радиостанции есть цифровой избирательный вызов, есть два приемника, реально два отдельно работающих для селективного вызова и для обычной работы, еще много чего. Есть аварийная, так сказать, сигнализация и так далее. Параметры всех этих систем настраиваются отсюда с меню радиостанции, без инструкции это сделать будет достаточно сложно. Хотя параметры всех этих функций с самой радиостанции устанавливаются очень понятным образом, но сначала желательно все-таки прочитать инструкцию, как это делается. Также в комплект входит еще у нас внешняя GPS антенна, активная вот такая вот GPS GLONASS, на ней написаны даже частоты двух диапазонов и питание от 3 до 5 вольт, так как антенна у нас активная, подключается разъемом SMA, соответствующий разъем есть на задней стороне радиостанции. К этой антенне есть еще такая вот 3М липучка, то есть двухсторонний скотч, чтобы куда-то приклеить, и есть набор крепежа. Здесь у нас и винты с ручками для установки радиостанции на скобку крепления, здесь и держатель для микрофона со саморезами, куда-то его тоже можно установить. Собственно все, больше ничего в комплекте нет, ну как бы оно наверное и не нужно. И как вы поняли, судя по тому, что в комплекте есть вот такая вот GPS антенна, в этой радиостанции есть встроенный GPS приемник, да, действительно он есть, и антенн у него две. Одна из них вот эта вот внешняя, с кабелем, подключаемая к разъему SMA на задней панели. Есть еще вторая встроенная антенна, она расположена внутри корпуса радиостанции, вот под этой вот верхней пластиковой панелью корпуса, под верхней крышкой, так скажем, под верхней частью. Антенна расположена прямо здесь, она тоже активная, естественно. И чувствительность этой GPS антенны встроена очень высокая. Я сейчас нахожусь в железобетонном здании со всех сторон, железобетонные стены, потолок. Есть только окно вот с одной стороны. И, несмотря на это, радиостанция очень быстро при включении определяет свои координаты с помощью встроенной антенны. Но может быть ситуация, когда эта радиостанция встроена куда-то в панель приборов судна, и тогда, конечно, она уже будет полностью закрыта различными металлическими предметами и не сможет принимать сигнал GPS на встроенную антенну. Вот тогда нужно использовать внешнюю вот эту вот антенну. Приемник сам выбирает автоматически с какой антенной сигнал идет лучше, с той он и принимает каких-то действий, пользователям по переключению этих антенн производить не требуется. Кроме того, что есть быстрый переход на 16 канал, как практически во всех морских радиостанциях, отдельная кнопочка, в этой радиостанции есть еще много интересных моментов по работе с морскими каналами. Как я вам уже сказал, есть погодный американский канал, но это обычно никому не нужно. Есть переключение сетки каналов, нормальная или с отклонениями для Америки и Канады. Переключение это происходит одновременным нажатием двух кнопок вверх и вниз. И вот здесь вот сбоку дисплей отображается у нас интернациональная сетка, американская или канадская. Показываю, как это происходит. Нажимаем, включилась канадская, нажимаю еще раз американская и общепринятые во всем остальном мире. Но кроме этого есть еще много интересных функций. Во-первых, сканирование, о котором я вам уже сказал, оно может работать в двух режимах. Или же сканируют каналы, выбранные с помощью кнопочки тег, отмеченные, по кругу, либо сканирование происходит с приоритетным 16 каналом вызывным. То есть, радиостанция слушает один канал по списку сканирования, потом 16, потом следующий канал по списку сканирования, потом опять 16. То есть, между каждыми каналами, которые она сканирует, она просматривает еще и 16 канал, не было ли там активности, так как очень важно 16 вызывной канал. Мало того, в этой радиостанции есть еще функция сканирования двух каналов или трех каналов, так называемый двойной прием или тройной прием. В ней есть два независимых приемника, но это не имеет отношения к двойному или тройному приему. Двойной или тройной прием происходит тоже сканированием с помощью одного приемника, хотя в ней есть еще второй приемник, я вам расскажу зачем он. Удивительная вообще радиостанция в плане работы с каналами и в плане того, что в ней два реальных приемника. Итак, если мы нажмем кнопочку канала или погодный канал и будем ее удерживать, то включится у нас режим двойного приема. И сейчас в данном случае у нас радиостанции сканирую два канала, 20 который у меня был выбран, ну или любой другой, который я сейчас выберу, и 16. Вот здесь написано еще что двойной прием и 16 канал. Также есть еще некое понятие вызывного канала отличного от 16, то есть 16 это как бы общий вызывной канал, а может быть у вас еще местный какой-то свой вызывной канал, и его тоже можно назначить в меню в настройках радиостанции, например поставить какой-нибудь там будет 10 канал, 8. И его запрограммировать тоже можно как с самой радиостанции, так и с компьютера, и тогда можно включить тройной прием, а не двойной. Радиостанция будет сканировать 16 канал, тот который вы назначили вызывным, и тот который вы выбрали сейчас, вот так вот в этом диалоге. Вот такой есть двойной или тройной прием. Режим двойной или тройной выбирается тоже в меню, а включается он одинаково, долгим нажатием вот этой вот кнопочки channel VX. Также у всех каналов есть еще названия символьные, они уже заданы по умолчанию этих каналов, но их можно перепрограммировать, как с самой радиостанцией, так и с помощью подключения компьютера. Например, мы видим сейчас эти названия рядом с 16 каналом, у нас будет написано, что это вызывной канал. И теперь самое интересное, что отличает эту радиостанцию от обычных УКВ радиостанций? Наличие морского цифрового избирательного вызова. По-русски называется CIF, цифровой избирательный вызов, по-английски называется DSC, Digital Selective Calling. Что это такое? Каждая такая радиостанция, любая морская, участвующая в системе цифрового избирательного вызова, имеет свой уникальный идентификатор. Это длинный-длинный номер. И можно такую радиостанцию вызвать по этому номеру. Среди морских каналов один канал выделили для специально работы вот этой системы цифрового избирательного вызова DSC. Это канал номер 70. В этой радиостанции мы даже если попытаемся встать на 70 канал, то мы не сможем на нем выйти на передачу. Вот я сейчас выбрал 70 канал, пытаюсь нажать передача. Радиостанция пикает, передача на этом канале запрещена, так как голосом там работать нельзя. Это канал для селективного цифрового вызова. Частота его 156 525. Так вот, в эту радиостанцию при начале ее использования нужно установить, запрограммировать ваш уникальный идентификатор цифрового селективного вызова вашего судна. Устанавливается этот идентификатор и с помощью меню или с помощью компьютера. В инструкции написано, как это сделать. Делается это не очень просто, то есть нужно включить питание, удерживая кнопочку вверх, потом перейти в меню, в меню найти установку этого параметра и установить его нужно дважды. То есть сначала набираем этот длинный код, по-моему, цифровой, он девятизначный, нажимаем подтвердить и после этого нас просят еще раз его подтвердить, тот же самый набрать, как набирают пароль в компьютере. Только после этого он у нас запишется, сохранится в память и это будет наш уникальный идентификатор. Далее можно вызывать другие радиостанции, либо введя каждый раз вручную такой же номер вашего корреспондента, кого хотите вызвать. Либо таких номеров до 100 штук можно сохранить в памяти радиостанции, каждому такому номеру присвоить какое-то название, ну как в записной книжке в телефонный телефон и имя, так и здесь тоже. И потом выбирать просто из списка, кого мы хотим вызвать. Можно будет просто вызвать такую станцию, можно будет запросить у нее gps координаты, например, и по эфиру они тоже нам передадутся в цифровом формате, на этом самом 70-м канале. Цифровой обмен на 70-м канале происходит на скорости 1200 бот в режиме AFSK. Если кто знает, что это такое, чем-то напоминает радиолюбительский пакет AX25 в плане только лишь модуляции, что это AFSK, это несущая звуковая, у которой есть два, так скажем, варианта. Верхнее ее значение и нижнее, между ними происходит переключение. Давайте послушаем, как все это звучит в эфире. Я сейчас попробую вызвать какой-то случайный номер. Конечно, я это буду делать на эквивалент антенны и никому не помешаю. Чтобы это сделать, нужно нажать кнопочку меню, выбираем индивидуальный вызов или групповой. Индивидуальный. Далее вручную вводим номер, кого мы хотим вызвать или выбираем из списка. Я выбираю из списка. В списке у меня есть одна-единственная запись с именем тест. Это станция, которую я хочу вызвать. Нажимаем дальше интер и нас просят подтвердить. Правда, хотим это сделать? Да, правда. Станция переходит на 70-й канал и вот сейчас она вызывает. В эфире мы слышим три попытки. Вот трансивер у меня включен на частоту 156-525. Слышим три попытки передать этот самый вызов трижды для того, чтобы вдруг один из пакетов этих цифровых не пройдет. Повторяется он три раза. Если другая станция принимает такой цифровой избирательный вызов, то она, во-первых, издает звуковой сигнал, во-вторых, она автоматически переходит на какой-то канал, который вы выбрали. Сейчас я оставил на 16. Вот она перешла бы на 16. Может было бы задать какой-то номер другой каналу. То есть в этой цифровой посылке содержится еще и номер канала, на который перейти радиостанция должна для того, чтобы совершить радиообмен там уже речевой. Так вот, в этой радиостанции для того, чтобы принимать такие цифровые посылки, цифровые вызовы, установлен отдельный приемник, отдельный приемный тракт. Полностью автономный от первого приемника со своим первым смесителем, со своим вторым смесителем, со своими фильтрами ПЧ 1 и 2, со своим ЧМ-детектором, со своим синтезатором, который всегда работает для частоты 70-го канала. Вот такая вот вещь. То есть не пожалели отдельный приемный тракт для того, чтобы он работал всегда на 70-м канале, и радиостанция это ждала своего цифрового избирательного вызова. Конечно же, эта система передачи цифровых пакетов включает в себя много чего еще. Например, есть передача сигнала бедствия таким образом. Либо можно передать не индивидуальный вызов, а групповой, если будет назначена какая-то у вас группа таких радиостанций, группа судов, и можно передать им всем такой вызов, только вашей группе или вообще всем судам, кто меня слышит, есть режим такого цифрового избирательного вызова, всем. И есть сигнал бедствия. Для того, чтобы передать, есть отдельная кнопочка, она вот под такой крышечкой пластмассовой красной расположена. Случайно мы ее не нажмем, но если открыть эту крышечку и нажать кнопку и удерживать ее, радиостанция помигает несколько раз, а потом перейдет на передачу в 70-м канале, будет передавать наш сигнал бедствия с нашими координатами. Сейчас, напомню, у меня радиостанция не подключена к антенне, подключена к эквиваленту нагрузки, поэтому этот сигнал бедствия я передавал в эквивалент нагрузки, а не в эфир, во-первых. Во-вторых, я нахожусь в таком месте, где рядом морей и океанов нет, есть только реки, а на реках не используются морские каналы, поэтому мой сигнал бедствия все равно бы никто не услышал. Давайте измерим выходную мощность передатчика этой радиостанции, заявлено 25 ватт, есть переключение полное и пониженное, причем переключение это производится кнопкой, расположенной на микрофоне, на тангенте, очень удобно, так как для местной связи какой-то всегда оперативно хочется включить пониженную мощность, и она здесь есть, и она очень маленькая. Итак, 16 канал, 156-800, естественно, эквивалент нагрузки, включаю передачу, видим на измерителе мощности значение между 20 и 25 где-то, и включаем пониженную мощность, нажимаю кнопочку на микрофоне, пониженная мощность очень маленькая, около 1 ватта, это прекрасно, 1 ватт как раз для какой-то местной связи, когда мы находимся в пределах прямой видимости, прямо рядом, тут я не знаю, километр или 500 метров, или же с какими-то местными носимыми станциями в пределах судна разговаривать со стационарной, вернее, с бортовой станцией, вот можно включить этот режим пониженной мощности, чтобы далеко никому не мешать, все-таки 25 ватт и 1 ватт, разница очень большая, если бы 25, например, и 10, там или 5, меньше гораздо разница, 1 ватт как раз такая мощность, которая для местной связи подойдет, еще раз напомню, переключается только вот отсюда с микрофона. И послушаем, конечно же, как звучит эта радиостанция в эфире, 1, 2, 3, 4, 5, проверка морской радиостанции на эквивалент нагрузки места антенны, сейчас я говорю в штатный микрофон, штатный микрофон, а меня слушает трансивер вот здесь вот на столе. Несмотря на то, что работаем на эквивалент, конечно же, что-то здесь рядом излучается и трансивер это принимает. Интересно сделано еще подключение дополнительного оборудования к этой радиостанции, вернее, ее подключение к оборудованию вашего судна морского. На задней панели есть вот такие вот проводки, выходящие из радиостанции, не имеющие никаких разъемов, и к этим проводам могут подключаться уже какие-то проводники к другому оборудованию. Почему нет никаких разъемов? Потому что нет стандарта на эти разъемы, и у всех используются разные разъемы, поэтому при подключении, при установке этой радиостанции куда-то в панель будучи она вмонтирована, конечно, здесь будут использованы свои какие-то разъемы, такие, какие на судне используются. Что есть на этих проводниках. Есть подключение конечно же внешнего громкоговорителя, но это несложно. Здесь есть вход для подключения сигнала цифрового с GPS приемника, если используется внешний GPS приемник, у вас какой-то централизованный один на судне. Здесь есть подключение компьютера или какого-то навигационного оборудования, честно говоря я не знаю какого, но компьютер виден для программирования. И здесь есть еще один провод для того, чтобы соединить несколько таких радиостанций и клонировать настройки с одной в другую в любое время, так сказать. Если они будут у вас установлены стационарно в разных местах, то можно будет клонировать настройки. Итого мы здесь имеем целых четыре вот таких вот провода, они разного цвета все и цвета эти описаны у нас в инструкции, какой провод для какой цели используется. Вот такой вот интересный способ подключения, разъемов нет, а есть проводники, которые нужно использовать, установив на них свои разъемы. То есть радиостанция эта вот так в чистом виде практически не предполагает использование, а предполагает использование только будучи установлены в панель судна куда-то или где-то на судне. Установлена стационарно и уже подключена к вашим каким-то внешним устройствам или не подключена. Но разъемов как на любительских станциях три с половиной миллиметра там для внешнего громкоговорителя или мини-дин для цифрового интерфейса конечно на ней нет, так как эти разъемы ужасно не герметичны и никак не подходят для таких радиостанций морских. Ну давайте посмотрим как устроена эта радиостанция внутри, все-таки интересно, конструкция не обычная, не автомобильная радиостанция. Разбирается она с помощью отвинчивания четырех винтов на задней части и четырех винтов, соединяющих переднюю панель с собственно всей радиостанцией. Далее с нее снимается пластиковый кожух, просто снимается, на нем нет никаких ни разъемов, ничего. И мы видим силуминовое шасси достаточно массивное, большое, с радиатором сзади, который выступает на задней части, мы его и так с вами уже видели. И на этом силуминовом шасси закреплена одна основная печатная плата. Также есть еще конечно же печатная плата передней панели, на которой в том числе расположен gps-приемник. А вот антенна gps-приемника внутренне расположена на этом самом силуминовом шасси. Таким образом, что когда радиостанция у нас расположена в рабочем положении, то антенна это будет сверху. Смотрим, что у нас есть на печатной плате. Конечно же есть модуль усилителя мощности передатчика 25-ваттный, закреплен к радиатору, к этому самому силуминовому шасси. И на плате мы наблюдаем компонент для двух приемников, реально два независимых приемных тракта. Сдвоенный фильтр первой ПЧ в одном приемнике и во втором приемнике ПЧ, кстати 30 мегагерц, очень неплохо. Видим, что есть два фильтра второй ПЧ в одном приемнике и в другом 450 кГц. И рядом с ним кварцевый резонатор на 450 кГц для того, чтобы сделать ЧМ-детектор. Мало того, в одном приемнике мы наблюдаем с вами трехконтурный полосовой фильтр, три катушечки рядом, трехконтурный полосовик, это вообще очень хорошо. И видимо это тот приемник, который работает на фиксированной частоте на 70 канале. Во втором приемнике мы тоже наблюдаем три ЛЦ контура, три катушки, но они уже сделаны как СМД элементы, видимо в этом приемнике сделан какой-то диапазонный фильтр, который позволяет работать и в диапазоне 156 мегагерц и 160 и так далее. То есть и в погодных американских каналах 162 мегагерца, то есть более широкий входной фильтр. А вот в приемнике на 70 канал наблюдаем трехконтурный полосовик, это говорит о том, что другими какими-то сигналами в ВИЧ в диапазоне, например на 145 мегагерц или где-нибудь в авиационном диапазоне, эта радиостанция не будет перегружаться по входу, особенно ее приемник цифрового избирательного вызова, он очень хорошо защищен по входу трехконтурным полосовиком, это очень неплохо. Также видим под металлическими экранами двумя одинаковыми, здесь есть видимо это блоки синтезаторов, генераторы управляемые напряжением наверно там у нас скрыты под этими экранами, ну уж отпаивать их с вами не будем, чтобы не нарушать целостность конструкции, не будем лишний раз ее мучить. Но я уверен, что там находятся элементы синтезаторов, два синтезатора для двух приемников. Вот такая вот конструкция, вообще мне очень понравилось, как она выполнена внутри, силуминовый шасси, как целая рама, не просто шасси, а рама, на которой закреплена печатная плата, к которой крепится и передняя панель. На передней панели мы видим, что все элементы управления и даже громкоговоритель проклеены герметиком и точки ввода кабеля, где установлены регуляторы громкости и шумоподавителя и разъемы на задней панели, антенной GPS приемника и основной антенной радиосвязной, все это проклеено белым герметиком со всех сторон. Мол того, в радиостанции есть еще забавная функция очистки громкоговорителя от брызга, то есть если у нас вода попала в решетку динамика, то можно при включении радиостанции удерживать кнопочки вверх и вниз, включить питание, у нас будет вот такой низкочастотный очень громкий звук, это называется виброочистка динамика от влаги, то есть динамик сам по себе позволяет попадать на него влагу, естественно у него диффузор не бумажный, а пластиковый, но вот если вода будет как-то мешать ему шевелиться, то можно таким способом очистить от брызг. Очень громкий звук. Также видим, что есть резиновая прокладка по периметру, место установки передней панели к корпусу и на задней части этой самой металлической силуминовой рамы тоже есть у нас резиновая прокладка и к ней прижимается корпус уже вот эта вот часть кожуха, которая надевается на собственно саму эту радиостанцию, на конструкцию. Вообще все герметизировано достаточно неплохо, никаких лишних разъемов нет, питание тоже подключается вот такими вот двумя разъемчиками отдельными к кабелю питания. В инструкции кстати рекомендовано после того, как мы эти разъемы соединили, подключили питание, то герметизировать это все сверху с помощью сырой резины, как там написано вулканизирующиеся резины, можно изолентой замотать. Но самое главное, что вот эти вот провода, например, подключение внешних устройств, они не сделаны с помощью каких-то разъемов, DB9 там, я не знаю, Minidine, еще каких-нибудь на задней панели, нет никаких разъемов, в том числе потому что невозможно обеспечить эти разъемы герметичностью, они все очень сильно нарушат влагозащиту корпуса, поэтому их и не установили, есть вот такие проводники, устанавливайте на них сами что хотите или не устанавливайте разъем, а непосредственно запаяйте эти проводники и герметизируйте пайку. Также на передней панели нет разъема для подключения тангента, как я уже говорил, это все сделано с целью повышения влагозащиты. Вообще производитель обещает, что можно эту радиостанцию погрузить на метр в воду на 30 минут. Я, конечно, этого не проверял, но судя по тому, как она сделана, наверное, может она это и переживет, так как очень много предпринято различных мер герметизации этой радиостанции, которых мы не наблюдаем в обычных радиостанциях, даже очень хороших профессиональных. Вот, наверное, и все, что я вам хотел рассказать об этой радиостанции, мне она очень понравилась по конструкции, я люблю крупные радиостанции, в которых большие какие-то металлические части корпуса, силуминовые шасси и так далее. Здесь внешне она выглядит, как будто она такая легкая пластиковая, но на самом деле внутри оказывается достаточно большое силуминовое шасси или рама, на которой закреплена печатная плата. И динамик на передней панели не очень маленьких размеров, звучит громко и достаточно приятно. Ну, конечно, эта радиостанция специализированная, исключительно морская, где-то ее использовать там дома или в машине смысла большого нет, так как она работает только в этих самых морских каналах, частоты которых перепрограммировать, естественно, нельзя. Мой канал смотрят разные люди, профессионалы в радиосвязи и любители. Может быть, кому-то эта информация про морскую радиостанцию будет полезна, кто-то выбирает себе, какую радиостанцию поставить на катер или на какое-то судно, то знайте, что есть вот такая вот радиостанция еще морская. Если же вы радиолюбитель, то я думаю, что вам интересно было узнать про профессиональную радиосвязную технику, которая, так скажем, не каждый день встречается, не на каждом углу. Мне лично всегда интересно узнать о любой радиосвязной аппаратуре, какая бы она ни была. Если это что-то новое, то всегда интересно об этом узнать. Тем более, если это что-то такое уникальное, как эта радиостанция, тем, что в отличие от обычных, профессиональных, даже очень качественных, очень дорогих радиостанций, в ней есть реальных два приемника. Один приемник, постоянно включенный на дежурный цифровой вызывной канал 70-ый. Очень немного радиосвязной техники можно найти, в которой есть два приемника. И здесь не сэкономили, а сделали второй приемник отдельным, полностью автономным приемным трактом, и это прекрасно. А на этом, пожалуй, пока все. Мой рассказ о морской радиостанции Recent RS-508 закончен. Напоминаю, что на канале у меня есть много очень видео о различной радиосвязной аппаратуре и различных экспериментах использования этой аппаратуры. И для удобства поиска эти видео организованы в плейлисты на ютубе. Есть плейлист обзоры, есть плейлист КВ радиостанции, УКВ, СИБИ и так далее. Для того, чтобы найти видеоролик интересующий вас или просто посмотреть видеоролики по интересующей вас теме, пожалуйста, смотрите плейлисты, так как видеороликов очень много, их количество уже близится к 700, вернее перевалило за 700, поэтому, конечно же, без плейлистов что-то найти сложно. Так что подписывайтесь на мой канал, который есть, кроме того, как на ютуб, конечно же, еще на яндекс дзен, на рутуб, есть группа вконтакте, группа в телеграмм теперь есть еще. И есть страница с дополнительными материалами на сайте Бусти и тоже в телеграмм. Так что подписывайтесь на нее, если вы хотите поддержать канал или посмотреть дополнительные материалы, не вошедшие в обычные публикации на канале. Всем пока!